Ах, здравствуй, ах, здравствуй, рада-дам, бам-бам-бам. Интересно на человека посмотреть, когда он не только специально что-то говорит, а вообще как себя ведет, так как канал обо мне, я вам показываю, какой я есть, вот такой я есть, понимаете. Сейчас будем отвечать на ваши комментарии. Ну что, начнем с самых последних. Сергей Киряков, как вы относитесь к вегетарианству, хорошо или плохо? Отвечал. Далее. Пропил соду 17 дней, сделал перерыв на 2 недели, на днях проверял свой PH, тест полоски показал 7,1. Вопрос, стоит ли соду пить дальше, если PH щелочной нормальный, баланс показывает. А вот соду-то пьют, это более такой серьезный и углубленный вопрос. Лично я считаю, не для того, чтобы баланс там ровнять. Я уже о этом балансе сказал, что он должен быть отбалансированный, баланс, понимаете. И организм этот баланс держит вот так вот с жабыми руками. Смещение в щелочную или в кислую сторону, это сразу для организма там вопрос жизни и смерти. Поэтому там существует куча систем, всевозможных так называемых буферных систем крови и так далее, которые вот это все держат. Поэтому речь не идет о щелочности и кислотности, это все ерунда. Все это запутано недальновидными людьми, которые вот что-то там такое вот увидели сопутствующее при том или ином заболевании и думают, что вот так надо построить. Нет, тут дело совершенно поглубже, углубже надо смотреть, гораздо глубже. Так вот, что касается щелочи, вернее вот этой вот пищевой соды, в крови существует, как бы сказать, свой собственный, можно так сказать, иммунитет, своя собственная защита, которая как раз, лично я считаю, может это-то и не так, обеспечивается, поддерживается вот этими вот какими-то содовыми вещами. Там, если посмотреть состав крови, она тогда входит, там плазмы крови. Вот, и целители древности принимали соду не для того, чтобы вот этот баланс был, а для того, чтобы обеспечить мощную защиту организма. Именно для этого ее и использовали. И это является одним из таких тайных средств, дошедших к нам из глубины древности, которые мы свели, не понимая, да, вот таких вот вещей. И советуется эту соду постоянно употреблять. Вспомните, Рерих, Елену Рерих, переписку с учителями. Там как раз о соде говорится. Ну, я для того, чтобы разобраться, написал целую статью, я ее даже прочитал, выложил. Поэтому вы можете и посмотреть, и прочитать, я от вас ничего не скрываю. Поэтому отсюда и получается, пить ее дальше или не пить, это вы решаете сами. Если для того, чтобы просто там выровнять, как вы говорите, ну, можете остановить. Лично я употреблял ее курсами и продолжал бы употреблять, но я, знаете, решаю так. Вот думаю, если эта вот вещь полезная, сейчас я побольше дозу приму и узнаю. И вот у меня как раз, я рассказывал, там произошла передозировка. Я где-то, наверное, столовую ложку этой соды забамбил, она меня хорошенько промутила, и у меня пропало желание ее употреблять. Но это не значит, что я в случае чего к ней не вернусь. Поэтому, если вы придерживаетесь, так сказать, тактики древних целителей, значит, регулярно с утра ее употребляете. Если вы придерживаетесь, вот это вот, что там вам в голову, кислотность, щелочность, ну, можете так. Так, Ирина Соловьева, если масло корицы лечит грибок, то значит, надо употреблять корицу вовнутрь. Как говорится, проблема может быть и внутри, конечно, она обязательно есть внутри. Масло корицы, знаете, масло корицы я внутрь как-то не употреблял, потому что у меня его не было. Масло черного тмина я употреблял. Тут нужна дозировочка. А вот что касается семян тмина, я их употребляю постоянно. У меня уже такой ритуал проснулся, где-то примерно одну треть, пол чайной ложки, когда как. Так, я беру семян тмина, серые семена тмина, наши, в рот не разжевая, запивая все каждый, каждый день. Я поступаю вот так вот. А если грибок снаружи, значит, он имеется уже и внутри, пророс. Конечно, надо тут постараться его выводить. Дело непростое, но можно. Руслан Рас. Добрый день, Петрович. Расскажите, о чем появляется пигментная пятая и как от них избавиться. Значит, насколько я могу судить, говоря по писаному, то есть это не я сам, что пигментные пятна и есть не что иное, как уже старческие там пятна или пигментные пятна, остающиеся от жорчных пигментов. То есть, по какой-то причине в том или ином месте начинают скапливаться вот эти вот желчные пигменты, потому что они постоянно присутствуют вообще-то в крови и потихонечку там выводятся. Но там или сям они начинают скапливаться. Значит, что советуется? Советуются накладывать на это место такие марлевые тампончики или повязочки из, допустим, отвара семян петрушки, из отвара корня петрушки. Я думаю, пойдет и укроп. То есть, те вещества, которые летучи по своей природе и которые начинают вот это все дело рассасывать, раздроблять. Подойдет, по-моему, и мята, и другие летучие вещества. Главное, чтобы они не вызвали ожога. То есть, используют в такой дозировочке, чтобы этого не было. В связи с этим, я думаю, подойдут и эфирные масла. Но эфирные масла, допустим, петрушки, укропа, фенхеля, которые менее жгучи. Их вот надо будет разбавить до такого консистенции, состояния, чтобы, допустим, на ватку вы их как-то там смешали с маслом. Ну, допустим, одну каплю смешали там с пятью каплями обычного масла, рафинированного растительного, можно оливкового масла. И, значит, на эту ваточку и подержать там минут 10-15. И так повторять какой-то курс пройти. И, посмотрите, я думаю, если это все работает, после пяти процедур должны быть какие-то изменения. И, естественно, подбирать так, там через день делать, через два дня делать, чтобы не было ожога этого места. Потому что, как правило, они бывают на лице, что неприятно. Поэтому, в основном, и спрашивают. Так, Вова Правдин. Как вы относитесь к шести правилам здоровья, к отсутствию, ниже? Положительно. У меня не получается спать на спине, затекает. Но мышцы расслабляются лучше, чем на кровати. И на валике деревянном тоже затекает. Это дело привычки. Но это нереально, в принципе, из-за физиологии. Ну, есть, привыкают спать. Я, правда, вот на этой вот кроватке своей спилю. А система по отзывам рабочая. Да, в нише ее создавал не просто так, с пустого места. Он практически, помимо того, что он образовал себя, был знатоком всех систем своего времени. И не просто системы, там, допустим, научных каких-то там достижений своего времени. Вот. Он все это дело на практике использовал. И на основании всего вот этого, и, собственно, опыта, вот создал эти шесть правил поддержания здоровья. Ну, которые называют «Шесть правил здоровья к отцу дзаннише». Значит, система рабочая. Хотелось бы предложить ее применение. Заранее спасибо. И продолжайте. Важно, знаете, вот вы что-то там такое делаете, вы почувствовали улучшение. Это говорит о том, что это уже ваш опыт. Можно приводить тысячу примеров. Но пока вы ничего не сделали, ничего не опробовали, вы ничего не получите. А когда начали что-то делать, ага, почувствовали улучшение, значит, система работает. Можно применять ее дальше. Наталья Остопишина. Я на карантине перечитала ваши прекрасные книги. Спасибо. Пересмотрела все видео. Кстати, насчет видео. Здесь уже выложено 2200 с лишним видосов. Вот не могли бы ли вы, особенно те, кто, возможно, есть такие уникумы, просмотрели все мои видосы и высказали свое мнение, что вот из этих видосов нам особенно понравилось, допустим, вот такие вот видео. И перечислили, какие именно видео. И, в частности, понравились вот такие-то плейлисты, то есть тематика. Поняли? Если есть такие люди, пожалуйста, сделайте. Летаю. Так и должно быть. Спасибо вам за ваш труд. Благодарю. Вот видео для тех, кто не созрел на хорошую чистку. Вот такое вот. Ну, давайте глянем. Иван-чай. Все ясно. Это про Иван-чай. Хорошая вещь. Я его применяю в смеси с другими. Для сравнения, ваши книги бесплатные, а курс такого течения в клинике от 1600 рублей. Хотя этот доктор очень хороший, как специалист, и как человек. Думаю, он тоже вдохновляется вашими работами. Но если люди... Дело в том, что моя работа основана на других работах. Это важно понимать, что я сам не создатель никаких систем, не создатель никаких методов. Я умудрился обработать вот этот вот материал и на его основе дать рекомендации по ведению здорового образа жизни с учетом индивидуальной конституции. Чтобы это все было индивидуально. То есть вот в чем в основном моя заслуга. Плюс мне всегда хотелось знать, как этот метод работает. И потому я не просто какой-то рецепт брал на веру, как там чистка печени. Масло, лимонный сок, пьете и все чистое. А как это работает? Вот за счет этого и получалась уникальность моих работ. Плюс последовательность, плюс-плюс еще. Хорошая песня. Иду к себе в кабинет. Да, я люблю песни петь. Разные у меня есть. Здесь, кстати, вот когда человек занимается, понимаете, это одно дело, когда вы вот что-то готовое спели. Совсем иное, если вы сочинили. Совсем другое, если вы еще сочинили и спели. Здесь уже идет не просто работа вашего ума. Мы думаем, что ум работает вот здесь у нас, тут полушарий и так далее. Это, если взять компьютер, это всего лишь на всего железяка, в которой есть программа. Так вот, железяка, это будет мозг, программа, это будет, как бы сказать, жизненная программа. И, наконец-таки, существует в компьютере выход в интернет. Вот это самое важное. И вы уже вот этим компьютером, с этим железом можете уловить то, что имеется в интернете. То есть, вы связываетесь, как некоторые говорили, с банком информации Вселенной, с ноосферой, как говорил Вернадский. Некоторые говорят, хроники Акаши, хроники Акаши, это несколько иное хроники Акаши. Это, что было. Ну, кстати, что было, да, уже что-то там изображено, вы можете оттуда взять, что было. Вот, и черпайте. Это разные вещи. Так как нам с вами подвернулся случай, что... Что... Насчет песни. А я закручиваю, как бы сказать, поглубже. А здесь идет речь не столько даже о песне, а речь идет о творчестве. И это очень важно. То есть, мы вообще-то занимаемся всеми этими вещами, вот, для того, чтобы раскрыться, раскрыть свой потенциал. То есть, для чего нам здоровье, для чего нам все это-то такое. Это для того, чтобы... Чтобы мы раскрылись. А для этого, для этого нам, естественно, нужна энергия. А какая же энергия будет, когда здоровья нет? Поэтому приходится... Поэтому приходится заниматься своим собственным здоровьем. Вот это меня в основном и побудило. Не то, чтобы я там был здоров, ради здоровья. Это не самая цель. А быть здоровым для того, чтобы ты мог, ну, будем говорить, накопить какой-то опыт, совершенствоваться. И вот, в частности, смотрите, какое у меня интересное стихотворение есть. Или наяву, или во сне, скорее, где-то между ними, я вижу птицу на плече и слышу шепот ее мне. Жди изменения в судьбе, твои слова, дела и мысли. Пределы, что отведены, уже наполнены, созрели. Оформились прекрасный плод, и вас награда, сударь, ждет. А! Аж мурашки прошли. Не знаю, почувствуете вы или нет. Все это можно переложить и на... и на песню, и так далее. Так что... так что... так что... Раскабанил, урил, бурил, написал мне пояснение к моим фильмам о голоде. Ну, по-всякому можно сказать. Так, Катенька Русанова здесь так много... много написала. Вы настоящий богатырь. Ну, будем говорить, стараюсь быть богатырем. Далее. Лана Тиско. Хотелось бы уточнить насчет талой воды. Многие рекомендуют воду, температуру тела. А вы ледяную. Ну, как бы сказать, не я ледяную ее рекомендую. Дело в том, что... Если говорить о воде, то опять-таки вот... Рекомендация. С какой целью? Для чего мы пьем воду? Допустим, просто-напросто утолить жажду. Ну, такая более-менее прохладненькая температурка. Это, можно сказать, комнатная. Ну, пусть попрохладнее, если с родничка там выпить. Утолить жажду. Особенно в жаркое время года, чтобы эта вода, как бы сказать, нас охладила. Это одно. Прохладная вода. Ключевая, чистая. Далее. А если вы хотите, чтобы у вас запустилось пищеварение, активировалось оно, вот тут-то надо пить воду прогретую, чтобы это примерно была температура тела или даже выше. Потому что вода с такой температурой, она активирует органы пищеварения. Видите? Второй. И, наконец-таки, если вы хотите, как талая, шалая вода, что-то раздробить в организме, что-то прочистить, как талая вода это делает, вы должны пить воду со льдом. То есть, хотите раздробить камушку в организме, значит, вот она стоит, бутылочка с водичкой, допустим. Здесь плавает лед и вы попиваете. В течение дня по глоточку, естественно, не всю бутылку и не сосать этот лед, дабы не вызвать перехлаждение горла. А в течение дня хлебаете, пока там есть лед. Вот для этой цели используется талая вода со льдом. Важно понимать. Вот кто-то занимается уриной, она мне помогает, спасибо вам. Раз помогает, значит, используйте. Если вы особенно чувствуете, что от какого-то метода идет отдача, значит, проработайте его до тех пор, пока он может работать. У меня все эти методы, там, допустим, уриной терапии, допустим, там голодание, допустим, там питание, допустим, там соки, там тяжелая атлетика, ходьба, там дыхание, сознание и прочее-прочее, как инструменты на столе. И в зависимости от того, что мне надо сейчас, в каком я сейчас состоянии, тем инструментом я больше пользуюсь. Не забывая, допустим, о других там. Вот так вот надо поступать. Так, цикорий прополисов. Почему мне так тяжело общаться с девушками? Они вампирши, забирают энергию. Сейчас какие-то девушки пошли, они как мужики. Грубые хамки. Наверное, это из-за неправильной работы организма. И гормонов сейчас у некоторых девушек зашкаливает тестостерон. Вы знаете, я думаю, что, как бы сказать, мы являемся с вами продуктом общества. Вот какое общество, такой продукт мы и получаем. Кто бы мог подумать, что вот эти гаджеты станут первыми, а не долото, не наковальня, не еще что-нибудь. Поэтому сама жизнь вот так вот делает нас такими. Делает нас такими грубыми, агрессивными, напористыми. Но в любом случае, если мы чувствуем, что мы с вами люди, значит, у нас должна быть совесть. У нас должно быть какое-то чувство такта, чувство меры, какие-то понятия половые, чтобы действительно у нас жилось нормально и хорошо. И мы вот так вот друг к другу не подходили, что вот кто-то вампир. То есть это все зависит от сознания. Что человек воспринял из всего этого окружающего. Здесь много очень хорошего, здесь много очень плохого. И если человек больше вот чего-то воспринять того или иного, такой он и становится. Вот в чем дело. И наша задача отобрать для себя, вот как бы сказать, те вечные ценности, которые всегда ценились. Это не такое, не такое простое занятие, но тем не менее. Так, про энергетических вампиров. Я скажу кратко про энергетических вампиров. И на этом мы, наверное, и закончим. Смотрите, энергетические вампиры. Первое. Неосознанные люди. Когда это делают, они неосознанно. Что это за люди? Это просто люди, у которых энергетика ниже вашей. И естественно, получается, когда два человека встречаются, один с большой энергетикой, другой с меньшей энергетикой, и общаются в непосредственной близости, у них энергетика становится общей. Поэтому от большого переходит к меньшему, и они становятся одинаковыми. Это неосознанно, оно действует. Хотим мы того или не хотим мы того действовать. И, наконец-таки, осознанно. Осознанно – это когда мы с вами осознанно берем энергию у другого человека. Понимаете? Осознанно мысленно обволакиваем, тянем его, буквально-таки выпиваем. Вот этот вид вампиризма, конечно, самый плохой. То есть это примерно в грубой форме. Это когда человек может зарабатывать, а к нему, знаете, друзья прикрепляются, которые не могут это делать, но живут за его счет там. К утяжи, мутяжи и так далее. Вот примерно это, будем говорить, вампиризм неосознанный. А осознанный, когда человек имеет свое дело, а другой, другой, это дело забирает у него, используя различные там ухищрения, законы и так далее там, ну, в нашем обществе. А тут просто беззаконие. Такое, епа! Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс, моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.